Здравствуйте, с вами Колинка. В комментариях спрашивают, как я формирую деревья в маточном саду. Я так понимаю, в маточно-черенковом. Я специально не веду такие, но... Вот там маточно-черенковое дерево, например, трех лет. Видите, вызываешь рост, вот однолетние хорошие побеги, которые подходят под окулировку и под прививку, если остается. Забираешь, забираешь не все, оставляешь где-то по 5 почек, по 5 почек оставляешь, чтобы дальше расплыл. Вот так вот. Маточно-черенковый сад, кстати, чтобы знали, он не настолько долговечен, потому что ты режешь, что толщина набирает, как бы тоже свои ранки, но не настолько долговечено, как обычный дерево. Ну, это трехлетняя, как бы, маточно-черенковая, вот такая, посаженная на маточник и черешник, сорт мельчанка, чтобы своя была. Вот сзади, смотрите, вот это сбридная лыча, Red Heart, Красное Сердце. Тоже маточно-черенковое дерево, я его больше дитую, не столько на плоды, а столько на это. Вот айва, сейчас пить покажу. Здесь вот айва, ну, опять же, контрольные плоды, вот я заберу там вот на прививку, а потом в следующем году я обрежу на вот этом высоте. Вот так вот на этой высоте срежу, чтобы вызвать вот этот рост именно черенков однолетних, которые дают, ну, на прививку идут. Ну, а тут у меня не совсем, как бы, маточно-черенковое. Вот еще пример тоже маточного, как бы, дерева. То есть обрезая жестко, вызываешь хороший рост однолетних побегов, и опять же надо контролировать хотя бы визуально, вот, естественно, а то по шарке, потому что в Белоруссии, как бы, на шарку анализ только у Минска можно сделать, и вот он очень дорогой. Вот, все это надо хотя бы визуально контролировать, сдаем нам в лабораторию, вот, на бактериальный ожог сдаем нам. Вот пример маточно-черенковых деревьев яблони, значит, вот это сорт. Вот адамс, вот контрольное яблоко, на воде видно, видите, что я знаю, чтобы не ошибиться, но я знаю, наносит глупик. Вот яблочный спас, летний российский сорт, тоже контрольное яблоко, вот, на воде, видите, видно. И однолетние мощные приросты. Все, обрабатываешь, ну, такие деревья надо только чаще обрабатывать, от вредителей и болезней. Вот пример маточное дерево яблони, яблочный спас, значит, ну, я его уже уверен в нем, ну, тут вот один контрольный плод, два контрольных плода, вызвано все жестко обрезано, ну, здесь не чашка, видите, таким, как бы, вредином. Спасибо. 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 Спасибо.